Приветствую вас. Я думаю, что несколько есть моментов, на которые не имеет смысл обратить ваше внимание. Первое, это то, что вы говорите о любви к молодому человеку, но при этом говорите, что вы хотите, чтобы он изменился, и как бы ссоритесь с ним из-за того, что он делает не то, что вам хочется, и ведет себя, может быть, не так, как вам хочется. Причем здесь мы можем говорить о некоторых элементах образа жизни, о некоторой культуре, о некоторой диалоге. Вот, не всегда, конечно, это так, но вероятность этого достаточно велика. Так вот, любовь и надежда на изменения несовместимы, в принципе. Любовь и какое-то вот подталкивание, требование изменений от партнеров, в принципе, несовместимы. Поэтому давайте начнем с того, что у вас не совсем, как бы, не совсем четкая позиция, не совсем четкая позиция по жизни, вот, или в отношениях. Вот, это первое. Здесь нужно разобраться, что вы вкладываете в любовь, ну, в свое понимание любви, да, что вы чувствуете на самом деле, опять же, при, ну, при определенном уровне честности с вашей стороны, вот, по отношению к себе и по отношению к человеку, который будет с вами работать. Здесь, значит, соответственно, основания для изменений, требования изменений у молодого человека также важны и нужны, потому что, ну, я не знаю, но, скорее всего, мужчина, опять же, жил, вот он, жил, да, таким образом. До вас, до того, как он вас встретил, и я вот, как бы, хотел бы спросить, вот, а вы считаете, ну, что, что вот он должен измениться, вот, после того, как, ну, после того, как вы, видимо, встретились, или как, или как, или как. То есть, что, да, то есть, как бы, то есть, как бы, это вот позиция, ну, она в какой-то степени интересна. Дальше. Дальше. Эм, вопрос, не, не важен, вопрос выбора, вопрос выбора человека, который вам, ну, может быть, не очень подходит, да, то есть, это вот, эм, тоже такая важная история, в какой-то степени. То есть, то есть, почему, почему я выбрала человека, который, ну, вот, эм, мягко говоря, не совсем соответствует сервису. Эм, не совсем соответствует моим представлениям о том, какой вообще должен быть, ну, каким должен быть, ну, мужчина, да, вот. И вместо того, чтобы опустить его, если я влюблюсь в любовь, это не обязательно страдать, страдать, нет. Любовь, это значит, что вы принимаете себя, вы уважаете себя, но вы принимаете и его, и уважаете вы его тоже. Вот. И все. И, ну, мы не зашли, у тебя свой ориентир, у меня свой ориентир, и каждый из нас идет дальше. Ну, нет, вы пытаетесь человека изменить. То есть, вы находитесь, к сожалению, в созависимых отношениях, скорее всего, потому что, если мужчина зависим от, значит, наркотических веществ, если человек зависим от этого, а вы, соответственно, сороке с ним и хотите, ну, чтобы он перестал, там, условно говоря, делать вот то, что он делает, да, то, как бы, момент здесь он, ну, вот такой, он достаточно, ну, достаточно, ну, все достаточно очевидно, в общем. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Да, все. Значит, отвечаю на ваш вопрос. Как мне будет брызть это и как это возможно сделать? Никак. Потому что, я знаю, для этого человека нужно мотивировать, так что, чтобы, чтобы, чтобы человек начал меняться, нужны определенные изменения, вот. Ну, как бы, да, изменений, никаких человек делать не хочет, мотивации, мотивации, что меняться у него нет, вот, и все, а сейчас все устраивает, собственно говоря. Вот. Вот. Поэтому идея здесь, ну, вот, она, ну, в принципе, вот такая идея здесь, вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, как бы, вопрос здесь заключается в том, ага, для чего лично вам сменять человек? Зачем? 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 Что для вас это значит? Какую свою проблему вы пытаетесь таким образом решить? Это очень важно, потому что, если в отношениях человек, партнер пытается решить свою проблему какую-то, он и представляет из себя как раз таки то, что в психологии называется все зависимо. То есть, когда человек зависим от своего партнера. Это кратко означает, что ты мне нужен, чтобы решить свои какие-то проблемы. Не важно, не важно, вообще, не важно, что это проблема, не важно, что они себе представляют, да, абсолютно не важно. Важнее то, что эти проблемы существуют, вот. Они здесь, они, эти проблемы, что называется, реальны. Вот. И реальность этих проблем, она, как бы, мотивирует вас на реальные действия. Здесь, вот, вот. Ну, а, к сожалению, здесь, вот, такой, аспект есть, вот, что, это, такой, знаете, я бы сказал, элемент, 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 эм, ну, элемент личной вовлеченности, да, то есть, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ проблему я должен как бы ну эту проблему решить, я собственно хочу ее решить вот эту проблему, да, и поэтому мне нужно чтобы ты изменился, ну вот грубо говоря, вот и соответственно если ты не изменишь, да, если ты не изменишь, а то я в общем-то не решу свою проблему, что вас эмоциирует, значит, настаивает на изменениях, что лежит в основе подобного поведения, да. Ну, в первую очередь тревожность, это вот некая такая, я бы сказал, глобальная тревожность, да, то есть вообще может быть по жизни вы тревожный человек, вот. И, собственно, чтобы элемент тревожности исключить, вы вот находите мужчину, который, как вам кажется, может помочь вам в решении ваших же трудностей, вот. Ну, оказывается, что нет, да, вот. Дальше. Страхи. Ну, в принципе, они далеко уходят от тревожности, вот, некие, некие запрещающие элементы, я имею в виду запрещающие, вы сами себе, сами себе запрещаете что-то. Вот. Таким образом. Вот. И тут тоже нужно смотреть. Понимаете? Да, то есть тут нужно смотреть, как именно, как, конкретно, как вы, вот, значит, оказались в отношениях с данным человеком, вот, ну, с данным мужчиной, да, по сути дела. По факту. Вот. Это крайне важный момент, на мой взгляд, на мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. Вот. Вот. То, что я могу вам сказать. В этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.